Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор. Обзор системы видеонаблюдения от компании Mowles. Магазин у них есть на Алиэкспрессе, называется Mowles Guard U Home. Оттуда у меня и был сделан заказ, который, кстати, пришел ко мне за каких-то 4 дня, прямо до двери. Привез курьер, так как у них есть склад в России, и это уже радует. Так вот, я как обычно распакую коробочки, покажу, что там внутри, и далее по-быстрому все подключу и покажу, что и как умеет эта система. Я заранее во всем сам убедился и разобрался. Не буду изучать эту систему при вас, чтобы показать вам все без лишней воды. Итак, погнали! Посылочка приехала вот в таких двух коробках. Распакуем их и посмотрим, что внутри. В маленькой коробке находится жесткий диск. Я взял на 1 терабайт. Этого вполне достаточно для 4 камер. Во второй коробке у нас еще 2 коробки. Давайте их распакуем. В одной из них находится сам видеорегистратор и еще коробка с комплектующими. И наглядные инструкции, как подключить регистратор к интернету. В коробочке с комплектующими идет самая простая мышка для управления регистратором. Провод HDMI в комплекте, блок питания, провод Ethernet для подключения к модему, и набор болтиков для установки жесткого диска. Во второй коробке нас встречают 4 камеры с комплектом проводов длиной 20 метров к каждой камере. Также идет один блок питания. Его мощности как раз хватает на 4 камеры. Подключается разветвитель к блоку и далее к камерам. Сами камеры хорошо упакованы в транспортировочную упаковку, поэтому при доставке не повредятся. Для подключения такой системы особых навыков не понадобится. По сложности примерно как подключить видео или игровую приставку к телевизору. Достаточно для начала к камере подключить питание и сигнальный провод. На другом конце линии подключить питание соответственно в сеть, а сигнал от камеры в сам видеорегистратор. Причем ошибиться вряд ли получится, даже при желании. Все входы с камер пронумерованы от 1 до 8. То есть можно подключить до 8 камер. Также есть аудио входы, если на камерах есть микрофон. Имеется 3 USB порта, 2 на задней части и 1 на передней. На выбор можно подключить монитор через старый VGA кабель или через современный HDMI. Также имеется Ethernet разъем и разъем питания. Система может работать без жесткого диска, но я думаю в этом нет особого смысла, поэтому давайте его установим. Делается это тоже очень просто. Откручиваем 4 винта на корпусе регистратора, снимаем крышку, вынимаем жесткий диск из упаковки, слегка наживляем к нему 4 винта и устанавливаем его в корпус. Затем затягиваем винты, подключаем провода, тут их всего 2, и подходят они только в одном положении. Так что тоже не ошибетесь. Собираем корпус обратно и все. Далее для демонстрации соберу всю систему и временно установлю камеру, чтобы вы могли увидеть, как это дело работает и как снимает. У меня довольно старый монитор, который имеет VGA и DVI разъемы. Хоть к DVI и можно через переходник поставить HDMI, но, к сожалению, такая связка не распознается видеорегистратором и изображение не появится. Поэтому подключу через VGA. Подключаю мышку, провода к камере, к регистратору и подключаю разветвлитель к блоку питания. К нему запитаю все 4 камеры. Камеры, кстати, легко устанавливаются и настраиваются. Их можно вертеть в трех положениях и настроить оптимальный обзор. Их можно устанавливать на улицу, так как они имеют достаточно прочный корпус, защитой от влаги. Они очень светочувствительны, из-за чего показывают хорошую цветную картинку в затемненном помещении или в затемненное время суток. Если становится совсем темно, то автоматически включается подсветка. И камеры также показывают хорошую цветную картинку, но есть одна особенность. Поначалу я думал, что это недостаток. Но это не так. Подсветка у камеры светодиодная и освещает местность как небольшой фонарик. И я подумал, что воры сразу увидят камеры, будут как-то их пытаться обойти или сломать. Но на самом деле оно и лучше. Потенциальный вор увидит камеру и, скорее всего, не станет совершать преступление. Это лучше, чем записать на камеру совершение самого преступления и разглядывать потом что там и как, по факту получив лишь запись того, как у вас что-то своровали. Подключаем все камеры и смотрим картинку. При первом включении система попросит отформатировать жесткий диск. Я сделал это за кадром, а при обычном включении просто включается экран приветствия, где на одном из шагов можно перейти в установку приложения на телефон путем сканирования QR-кода. Затем установить его в магазине приложений. Это нужно, если захотите, например, посмотреть трансляцию с камер на своем телефоне. Там легкая настройка, но у меня нет вблизи роутера, но я попробовал эту процедуру дома, где этот роутер есть. И скажу, что в настройке нет ничего сложного. Как вы видите, изображение хорошее и четкое. Запись велась вечером. Камеры на улице я установил над дверьми. Запись идет непрерывно, и при необходимости можно выбрать диапазон даты и времени и скинуть этот период на флешку или посмотреть вживую. Ничего необычного. Порадовали интересные функции. С помощью одной из них можно настроить зону, за которой нужно следить. И если будет вторжение в эту зону, то прозвучит и запишется тревога. Например, вы ставите свою тачку в одно и то же место и хотите следить за тем, кто и когда к ней подходил. Или, не дай бог, захотел что-то с ней сделать. Видеорегистратор подаст сигнал и запишет тот момент, который попадет в запись с красной дорожкой на тайм-линии. Так легче будет найти все тревожные сигналы. Еще одна прикольная фишка регистратора – это функция распознавания и фиксации лиц. То есть при попадании на камеру лица видеорегистратор его фиксирует и выводит скриншот в боковую панель. Впоследствии, нажав на этот скриншот, можно посмотреть, что этот человек делал с момента попадания в фотоловушку. Я считаю, что за такие небольшие деньги это одно из лучших решений на рынке. Да и с установкой проблем не возникает. Это вы видели сами. Подключается проще некуда. Друзья, вот такой обзорчик я сегодня подготовил для вас. Надеюсь, вам информация оказалась полезна. И вы смогли убедиться, что видеонаблюдение честного дома, дачи или гаража не так уж сложно и дорого, как казалось раньше. Ссылку на систему и на магазин я оставлю в описании под видео. Можете зайти и посмотреть подходящий для вас вариант. Ставьте лайки, если обзор оказался полезным для вас. Пишите в комментариях свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok